Здравствуй Меня зовут Оксана Для прослушивания и просматривания видео в формате ASMR предлагаю тебе надеть наушники Я приветствую всех своих дорогих уважаемых подписчиков Здравствуйте, мои хорошие Здравствуйте, мои дорогие и добрый вечер Добрый вечер, мои хорошие Добрый вечер, мои дорогие И сегодня у меня такой видеошепот Опять что серьезная такая темка для разговора Я обещала вам снять это видео в прошлом видео о бомжах потому что письмо вот этого парня Дэвид В остале Пройдите Дэвид меня настолько задело но я просто хочу поговорить об этом вот и все вот вот где это я пропустила очень много там очень большое письмо было в комментариях оно там и есть он пишет Здравствуйте, Оксана тут он пишет что благодарите нравятся ему мои видео и дальше пишем снимите пожалуйста видео на тему как как жить в семье где один из родителей пьет до сих пор до сих пор до сих пор по детски несмотря на мои 17 лет мальчику 17 лет сильно боюсь и переживаю даже трезвым отец агрессивен поэтому боюсь его появилась постоянная тревога и страх собственного отца вопрос как жить в семье где кто-то из родителей алкоголик вот такая вот тема моя хорошая и я думаю что эта тема да она такая проблема существует не только вот в этой вот в одной семье это очень такая большая социальная проблема алкоголизм и когда я прочитала это восьмую девять буду называть вас да простите если не так я знаете себя вспомнила в свое детство поэтому я могу говорить на эту тему совершенно открыто и так как это было у меня вот этот парень да писал вот все мои ощущения которые у меня были в детстве я все детство ну где-то до десяти лет жила в семье ну детей у нас было двое я и моя сестра где отец сильно пил ну то ну как вот вроде бы никого не пил да мать не пил но наш сестрой долбил так что вам даже повезло что он вас не долбит пока но я думаю поскольку постольку вам уже 17 лет уже вам это не грозит и жила я в этой семье пока родители мои не родились мне тогда было десять лет и меня забрали родители родители моего отца бабушка и дедушка вот вот и вот про страх да вы пишите что боитесь своего отца даже трезвым и так далее боитесь его агрессивно даже и пьяный он агрессивный и трезвый он агрессивный та же самая история была у меня я думаю что когда человек алкоголик существует даже такое понятие алкогольная энцеллофалопатия да это когда уже мозги как говорится происходят там наверное какие-то органические изменения я не знаю вот в этом смысле может я не права поправьте меня на почве алкоголя человек как личность очень сильно меняется да даже трезвым он агрессивный матержинный ой у нас у меня был отец очень сильно тоже матерился и орал как вот вы пишите ну вот все как будто про меня написал и приходило так мои родители развелись где-то когда мне было 10 лет мало того что я отца боялась да вот до этого возраста страшно боялась он еще толпил нас так у меня еще такой помимо страха у меня шутки был стыд я это помню до сих пор свои 50 лет скоро мне будет 50 как мне было стыдно перед людьми хотя я была ребенком мне было стыдно что мой папа алкаш что мой папа мой папа алкаш все знали же об этом да это вообще я до сих пор помню это чувство до сих пор вот теперь и страх у меня перед ним был всю мою жизнь дэвид вот вам к вам обращаюсь как жизнь в семье вот так вот и жить ну слава богу понимаете меня бог спас меня забрали бабушка и дедушка и мы с отцом общались очень редко очень редко он потом женился там образовалась другая семья и слава богу мы общались очень редко но самое интересное то что когда я его встречала уже даже мы не жили вместе вот это всего ничего не было в моей жизни никаких пьянок никаких матерков ничего потому что бабушка и дедушка у меня были восхитительные люди царство им небесное как говорится но когда я встречалась со своим отцом у меня не то что страх был на меня нападало понимаете как оцепенение какое-то жуткое даже если он трезвый был да трезвый я прям не могла слова сказать во мне вот такой страх но я вот сейчас рассказываю об этом у меня аж мурашки бегут вот по телу понимаете он остается на всю жизнь и поэтому мы хорошие я хочу сказать вот как ты спрашиваешь как жить в семье где один из родителей алкоголик да я хочу вот до конца сейчас расскажу о себе у меня страх вот этот вот жуткий да и оцепенение перед отцом пропало только когда он он умер я уже была взрослая женщина это было лет десять назад вот так понимаете это называется детская травма я так думаю да я даже взрослой женщиной при виде своего отца он уже не пью он уже был как бы старый больной да и туда и сюда я ему помогала материально туда и сюда даже ну как бы отец же да но у меня был такой страх я слова не могла сказать но если что-то спросит я скажу а так говорить не могла даже с этим человеком несмотря на то что вот сейчас я думаю я люблю его но это же мой отец так вот после его смерти это только у меня все прошло но я до сих пор конечно же помню свои ощущения малыш и как вот жить ребенку если вам уже семнадцать лет и вы до сих пор живете в такой обстановке да и конечно же это детская травма вот вот страх и паника у вас и все господи это мои родители родители прости господи вы соседи так дверь закрывают вообще шут простите этот страх он у вас не знаю вряд ли пройдет пока вы будете находиться вот рядом с его человеком это уже мне кажется настолько с детства все 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 тем более вы продолжаете жить в этой семье да и вот вы спрашиваете как жить в семье никак не жить придется терпеть до тех пор пока вы не сможете уйти оттуда вот и все вот и все поскольку вам всего 18 лет скорее всего вы еще школу не закончили возможно закончили вот надо как-то что-то короче убегать не было оттуда так как мама ваша продолжает дальше жить с отцом на этом могут быть различные причины понимаете и обстоятельства в этом ни в коем случае нельзя внимать никого потому что она так же терпит и страдает скорее всего но я не знаю но я говорю сейчас о вас мне кажется единственный выход из положения в таком вот случае так вы понимаете уже психологически он психику вам нарушил чем дальше тем может быть еще хуже но я просто надеюсь на то что вы парень да и вы вы учитесь начнете работать я не знаю учитесь в этой семье хоть квартиру снимете или что-то такое может быть ранее женитесь на какой-нибудь хорошей девушке уйти хоть и оттуда я не знаю но единственный выход единственный выход это бежать бежать от такого человека вот и все и то я же говорю я вот от десяти лет до десяти лет только жила с таким алкашом алкоголиком материалом да а потом уже не жила каждой встречи это вот зеленый цвет мыло я специально взяла это зеленые змеи у нас сегодня я не жила с десяти лет но у меня эта травма и вот этот страх своего отца остался на всю жизнь даже ну сейчас вот царство ему небесное он умер как говорится не говорят плохо о покойниках но я и не говорю плохо я говорю правду я видео это снимать вот стала шипать на эту тему только для того чтобы ну может быть чуть-чуть как-то помочь вам и чтобы вы поняли да что вы не один такой я уверена в этом потому что в семьях где есть вот алкоголик да ой господи не порезалась прости господи вот не для покойниках плохо но ну говори в семьях где есть алкоголик что-то тут у меня не поймёшьте там вот такая беда это всё равно что жить в семье с наркоманом вот и всё ой тут что-то у меня старая болячка не обращайте внимание я вот сюда ткнула короче Дэвид и может быть ещё кто-то меня послушает у кого есть такая же проблема я знаю что много очень детей подростков смотрят мои видео и знаю что проблема алкоголизма она существует ой очень во многих семьях их мне кажется намного больше чем семей в которых эта проблема не существует да и вот так же вот везде страдают и жены и дети потом мы думаем откуда вырастают люди которые вот с какими-то психологическими проблемами вот так мой хороший что тут ещё я могу сказать если ты послушаешь это видео я так хочу помочь тебе как-то словесно да хотя бы вот таким разговором мы не знаем друг друга но хочу чтоб ты знал что есть люди на земле и на других концах земли везде которые по свету меня ждут на осени которые вот так же живут да мучаются и живут а куда деваться как жить вот так жить продолжать жить я не знаю может надо как-то обстракироваться от этого но это невозможно потому что мне кажется если бы вот я дальше продолжала жить в этой семье да если бы моя мама не развелась с отцом и меня не отдали бабушки с дедушкой мать меня не забрала она уехала в другую страну вообще наплевала на это всё видать тоже ей пришлось нелегко да что она даже ребёнка своего оставила вот и всё настолько видать достал он её я её нисколько не вижу честно давно простила всех и всё и отца простила и мать простила вы тоже как-то ну вы ещё очень молодая конечно для таких размышлений и для таких прощений потому что вы до сих пор живёте в этом аду больше это никак не назовёшь это ад жизнь с алкоголиком в семье это ад вот если я не знаю если возможно он сам бросит пить бывают такие случаи но редко конечно не бывает или пока что-то с ним не случится не дай бог конечно не дай бог всем стало да оно так как будет продолжаться он будет бухать и так как он вот уже вы говорите даже трезвый агрессивный там точно алкогольное целово он будет терроризировать всю семью вот и всё вот так вот милые мои сегодня у нас вот такой непростой разговор я не знаю смогла ли я тебе помочь Дэвид своим рассказом о себе да но я вот когда читала твоё письмо у меня было ощущение что это я написала себе письмо с детства понимаете это про меня письмо я жила с отцом алкоголиком который пил пил нас детей мать не пил не знаю долбил и по башке и по-всякому там вообще царство ему небесное не хочу говорить плохо вот ещё вот у меня был страшный стыд что за него мне было очень стыдно даже вот в детстве я не знаю откуда у ребёнка могут браться такие эмоции что я там могла в десять лет до десяти лет нам понимать но видать до такой степени вот это вот всё было страшно мне боялась я его ужасно и полаялась я его Дэвид обращаюсь к тебе я тебе говорю до самой его смерти я была взрослой женщиной у меня была своя семья я вообще с ним не встречалась у него своя семья там и тут ребёнок был и всё но не дай бог когда мы встречались я говорю так у меня вот это сразу всё наступал ступор всё я страшно боялась своего отца одно время я даже пыталась дайте себе внушить что это у меня такое уважение к родителям представляете не знаю чтоб как то наверное это вот сама сочтули свою душу ну нет это был страх дикий страх вот и всё и только после того как вот я его похоронил потому что его даже хоронить некому было да дожился добился как говорится царство небесное пускай пастуши чё я о нём сейчас говорю наконец-то может быть я душу и слила первый раз в жизни ну хотя конечно своему супругу я рассказывала где то когда он знает об этом больше никому ну и дочь моя знает конечно а больше у меня никого и нету родственников так что вот так вот так милые мои вот такой у меня сегодня шепот я прошу прощения за то что мои соседи не дают никак покоя снять видео нормально тем более такой для меня очень серьёзный это разговор нелёгкий сначала я думала просто абстрактно поговорить на эту тему и не рассказывать про себя но я не смогла почему потому что если бы в моей жизни не было точно такой же ситуации это я вряд ли бы смогла вообще что-то снять и что-то сказать тебе парню вот этому в общем тут выход уходить просто из всей семьи но не сейчас нужно немножко подрасти на улицу уходить не надо не надо это можно испортить себе жизнь не дай бог обычно люди я знаю часто бывают люди которые растут алкоголиков и тоже становятся алкоголиками а бывают люди которые насмотрятся вот это всё детство и отрочество на вот эту лакашку на эту и сами потом вырастают прекрасными людьми и вообще не пьют я например вообще не пью да я ведь тебе этого же и желаю несмотря ни на какие трудности и страхи вот эти да никогда не пили рюмку в рот тем более говорят что алкоголизм вот это да он как бы не передаётся по наследству это не не такое заболевание генетическое но предрасположенность к алкоголизму да она передаётся по наследству и я это точно знаю вот поэтому я вообще не пью потому что у меня так вот мне 50 лет будет я говорю я вообще не пью потому что у меня папа был алкаш вот и всё алкаш я никогда я так этого страшно боюсь быть алкашкой шуть просто ну но зато на вот этом да то что я вот не стала может быть алкашкой когда вышла в этой жизни сама выкарабкивалась как могла да Дэвид зато вот мой ребёнок сейчас я вышла замуж всё нормально и ты так же выучишься будешь работать женишься у тебя дети если ты не будешь пить ты не будешь алкашом потому что ты будешь помнить своего папу алкаша да и вот этот весь террор и твои дети не будут алкашами мне так не будут пить вообще мне кажется вот пример это пример вот если я совсем не пью и моя дочь этого не видела не видела маму алкашку понимаете моя дочь с которой многие возможно знакомы да на моём канале потому что она тоже видеоблогер у меня есть ссылка там на её канал моя дочь вообще не употребляет алкоголя не курит бросила курить курила одно время я тоже курю но не в этом дело мы сейчас говорим об алкоголизме вот и всё и мой ребёнок меня это я тебе на будущее говорю Дэвид сейчас давно уже это было и происходит она благодарит меня за то что мама спасибо тебе за то что ты вообще не употребляешь алкоголь я уже не знаю где она там у кого чего бы она смотрела может у подружек какие-то проблемы или что ну вот так вот она меня благодарит за это она говорит что благодаря тебе я у меня мыслей нет даже выбивать вот так так что Дэвид как быть с такой семьей я тебе уже сказала с такой семьи надо бежать но не сейчас не семнадцать лет надо чуть-чуть потерпеть там видно будет как бы удаст учиться работать жениться или там что и уходить все уходить потому что бороться с наркоманами и алкожами ну это просто бесполезное дело поэтому жизненный опыт я это просто так говорю итак мой хороший хочу тебе пожелать и так тяжело мне это видео дается хочу пожелать тебе мой хороший чтобы вот изменилась твоя жизнь она изменится поверь и страхи эти все не может быть останутся потом в жизни ну не такой интенсивности и все у тебя будет хорошо в том случае если ты будешь сам иметь мозги в голове вот и все если ты не отчаешься и не пойдешь по той же скользкой дорожке вот желаю тебе мой хороший добра любви и счастья желаю чтобы мамка твоя любила тебя жалела и ты люби жалей свою маму не вини ее ни в чем понимаешь потому что все что происходит в жизни оно так должно происходить если это происходит это происходит для чего да вот так вот люблю тебя мой золотой пиши если ты посмотришь это видео может тебе не понравится что-то или что пиши о у нас начался ремонт буду прощаться с вами мои дорогие спокойной ночи вам спокойной ночи пока-пока 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 неизвест неизвест все